Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и сегодня я вам расскажу о недавно вышедшей Need for Speed Unbound. Наиграл я уже примерно недельки-две, прошел сюжетку, пвп оценил, и сейчас я поведаю вам о плюсах и минусах игры. Но. У меня сложилось весьма двоякое впечатление о игре, и поэтому разделю обзор на до и после, а точнее на одиночную кампанию и мультиплеер. И начнем мы, пожалуй, с сюжетной кампании. Ну, и как я люблю, для начала кратенько о плюсах и мелких положительных моментах, а потом уже подробненько о минусах. Не люблю нализывать играм за плюсы, которые должны быть само собой разумеющимися, а вот в нынешнем игропроме современные блогеры обсасывают и восхваляют каждую мелочь как ванну небесную. Ну, это все лирика, поэтому погнали к сути. Итак, графика. Зачет. Оптимизация. Зачет, но с небольшой натяжкой. Бывают микрофризы, но в целом игра работает стабильненько. Стилистика. Мне насрать. Знаю, что многих это отталкивает, но я отношусь не сходительно к анимированным персонажам. Все-таки я фанат аниме, смотрю хентай, шарю за жоржи референсы. Так что стилистика местных персонажей меня сложно удивить. Идем дальше. Физика. Тут, на удивление, я ее в минус не поставлю. Не сказать, что бы физика охеренная, все-таки это тот же фростбайт, но критериан совместно с кодмастер все же что-то подкрутили. Похоже, и физон уже воспринимается куда лучше, чем в хит. Плюс возможности подстраивать машину под нужный тебе стиль вождения дает большой плюс физике. Хотите дристить по всей карте? Пожалуйста. Хотите проходить повороты как заправский ГТшник? Получите, распишитесь. И в коем-то веке, со что вот отдельный респект, добавили ползунок, которым можно переключать способ вхождения в дрифт. Тормозом, газом, комбинированно или вообще отключить этот брейк-то дрифт. Так что физика хоть и аркадная, но как по мне, за последние, наверное, лет 10, ну, физика в Unbound удалась как и никуда лучше. Разумеется, в игре остался отличный тюнинг с большим количеством возможностей в кастомизации не только своих боевых коней, но и персонажа и так далее. Там еще в мультиплеере всякие ништяки. Модель повреждений и столкновений тоже претерпела изменения по сравнению с хитом и стала, что ли, более реалистичной. Аварии, конечно, в большей степени заскриптованы, но так как все происходит на больших скоростях, плюс сами аварии по времени длятся не так долго и тебя быстро респавнят обратно на карту, скриптованность не замечаешь. Ну, а смятые капоты и висящие бампера чуть более смятые и чуть более висящие, чем это было в том же самом хите. Понятное дело, никто нам в современных играх машины не дает разбивать, потому что лицензирование не позволяет, но спасти бы хоть что-то. А теперь пошли по минусам. Первый и самый главный – полная блокировка на территории Российской Федерации. Соответственно, русского языка в игре нет. И речь даже не о озвучке, даже субтитров нет. И не сказать, что я чего-то не понимаю, вот в показателях машин или названиях обвесов, тут мне русский язык не нужен, но вот сюжет оценить мне не удалось. Понятное дело, сюжет для гонок – последнее дело, но он тут есть, а так как с английским у меня плохо, то в целом очередной мстительный сюжет мне, конечно, понятен, но вот всякие переговоры копов, телефонные звонки и прочие голосовые взаимодействия с сюжетными персонажами хотелось бы послушать, но не судьба. Поэтому, если хотите пройти игру ради сюжетки, то либо качайте русификатор, либо забейте хер. Из-за полной блокировки выливается то, что игру еще и не купить нормально. Пришлось на сторонних сайтах покупать ключ для подписки EA Play Pro, активировать ключ себе на аккаунт, потому что купить нельзя не только саму игру, но и даже подписку оплатить нельзя. В общем, геймор еще тот, и все это только из-за блокировки. Ну а теперь более существенные минусы. Начнем с той же самой сюжетной кампании, но поговорим не о сценарной ее части, а о геймплее. И тут все печально. Геймплей в игре разбит на фиксированные сессии – день, ночь, в течение шести дней, а потом квалификация седьмой. И так в течение четырех игровых недель. Кажется, что много, но нет. Если захотеть, то пройтись это можно, ну, часов за десять. В целом, я бы даже сказал, основной геймплей растянут только на первые две недели. Потому что там у нас менее мощные тачки, плюс нет денег и приходится пофармить. Начиная с третьей недели, я практически всегда пропускал дни и ночи. Чтобы это сделать, просто выезжайте из гаража, выполняйте любое событие, будь то прыжок или радар, получаете немного денег и возвращаетесь в гараж. Фишка в том, что игра вас не пустит обратно в гараж без денег, заработанных за, ну, так сказать, за сессию. А таким простым способом я пропускал сессию на третьей-четвертой неделе. В общем, контента в сюжетке нет. А тот, что есть однообразный... Единственный плюс от сюжетки – это получение халявных тачек, которые потом переберутся в гараж мультиплеера. Следующий существенный минус – это копы. Я понимаю, что многим нравится эта тематика противостояния стритрейсеров и копов, но я буду говорить со своей колокольней и скажу так. Если делать копов, то только умных. Такие копы, как в Unbound и, в принципе, во всей серии NFS нахрен не нужны. Они тупые, бесполезные, легко читаемые и никак не влияют на сложность прохождения. Я бы сказал, они просто надоедливые. Потому что почти после каждой гонки с имеющейся жарой вы будете вынуждены потратить какое-то время на то, чтобы скрыться. И когда вы скроетесь, основным желанием будет не попадаться им на карте. Потом уже я просто поставил на машину специальный девайс, который увеличивает время сагривания новоскопов, и больше они мне до конца игры не мешают. Понятное дело, это субъективный минус. Но мне копы не нравятся. И понравятся только тогда, когда появится игра, в которой борьба с копами будет реально челленджем, а не просто надоедалово. Следующим минусом, как бы это ни удивительно, но... Музыка! Да, возможно, это опять мое субъективное мнение, но я не понимаю, как можно кидать в игру то говно, что там сейчас играет. Ну неужели западная аудитория, это сплошь и рядом говноеды? Ну я даже... Ну, даже если они слушают все поголовно этот рэп, трэп, хуеп и так далее. Ну как можно добавлять эту музыку в гонки? Именно в гонки! Как под это можно гонять? Ну... Сука, блядь! И вот именно в этот момент, когда я добавил это еб***ющее говно на дорожку, блядь, у меня вылетел Вегас! Блядь! Хрен с ним! Пусть бы играла просто во фрируме или в гараже. Ну во время заезда, Карл! Зачем? Я не понимаю этого, хоть ты тресни. Я даже останавливаться на этом не буду, потому что это просто... П***! Еще один из минусов, незначительных, но все же. Отсутствие кнопки респауна. Может я недалекий, не нашел ее, но я за все время игры сталкивался с некоторыми проблемами с застреваниями. Когда машина подвисает на чем-то, на каких-нибудь камнях или кусках трамплина или еще чем-нибудь, и у вас не достают до земли ведущие колеса, в итоге приходилось выходить в меню и начинать заново. Это конечно незначительно, но бесит сам факт, что вы тратите время на такую мелочь. В целом по одиночной кампании я бы сказал все. Что-то бесит в большей степени, что-то в меньшей степени, но в целом впечатление от прохождения кампании можно написать одним словом. Скучно. Поэтому давайте перейдем в пвп. И тут уже все гораздо интереснее. Я тот еще любитель помериться письками, и в новой части, в отличие от хита, нам все же завезли пвп, причем даже как отдельный режим. И весьма продуманный. Вот капец это. Это какая-то реверсивная психология. Разрабы в одной части игры лишили нас чего-то важного, того самого пвп, а потом просто в другой части вернули, и мы таки сразу смотрим на это как на огромный плюс. Хотя по сути это должно было быть само собой разумеющимся, и в одной игре, и во второй. А именно наличие пвп. Ну ладно. В Unbound его завезли, и тут есть чем заняться. Разумеется, кроме того, что вы хвастаетесь перед противником своим персонажем, баннером, верным железными конями, размером вашего достоинства, и конечно же скилом. Разработчики из Критерио, он такое ощущение, что уделили вниманию пвп гораздо больше, чем сюжетки. И вот тут, кроме того, что все, что у вас было в сюжетной кампании, не работает, а точнее машины, которые вы получили в награду за разные достижения в сюжетке, они перейдут в мультиплеер, но только в стоковом варианте. Все, что вы купите сами в сюжетке, останется в гараже в одиночке. А вот чтобы купить какие-то интересующие вас тачки, как например Bugatti Chiron, недостаточно просто нафармить денег. Есть еще специальные условия, которые нужно выполнить. Будь то победить столько-то раз на машине класса S, подрифтить в гонке определенное количество секунд, победить на автомобиле определенного класса и марки. В общем, если хотите получить какую-то тачку, придется попотеть. И деньги тоже не меньше из ваших проблем. Да, зарабатывают в гонке все. Просто одни чуть больше, другие чуть меньше, в зависимости от места. Но заработок этот не гигантский. За одну сессию из трех гонок, а именно так устроены события в PvP, вы получите максимум 1035, при учете, что у вас будет полное лобби, потому что чем больше людей в лобби, тем выше мультипликатор награды. И при условии, что вы будете еще первым, в таблице по завершению трех гонок, в среднем одна сессия длится минут 10. Соответственно, на то, чтобы заработать на самую дорогую машину в игре, вам понадобится выиграть, в лучшем случае, 85 событий. А то и все 100-150. И тут уже задумаешься, плюс это или минус. С одной стороны, это гринд, минус. Но с другой стороны, это PvP, соответственно, это веселье. То есть, ты не обращаешь внимание именно на гринд как таковой. Более разочарование от того, что купленная машина вдруг не оправдает ожидания, и ты, так сказать, потратил деньги впустую. Да, минус. Но и тут же, гордость за обладание всем шедевром автопрома, это плюс. Это больше как гордость. Как по мне же, в целом, если судить о вот этой всей системе, то я считаю, что это больше плюс. В современных играх игроки слишком просто получают все, что пожелают. Никто не прилагает усилий к достижению какой-то цели, вот какой-то вершины. А тут владение каким-то дорогим спорткаром, как минимум, вызывает чувство гордости. И увеличивает стоимость обладания этим автомобилем. Ведь на его приобретение ты отдал немало сил. Пока что я наиграл мультиплеере не так много, всего часов 20, но в целом у меня впечатления очень положительные. Я бы сказал, одиночка и мультиплеер это как совершенно две разные игры. Но есть и небольшие недочеты. Сложно отнести это к минусам, потому что это что-то среднее. Для начала баланс. Да, он есть. Машины распределены по классам, как и в сюжетке. И вы можете подогнать авто к границе класса, вышив из него все соки. И вот плюс-минус в определенном классе пока что лютых имп я не заметил. Как меня дерут, так и я деру других. Посмотрим, что будет дальше. Другое дело, что разумеется, нет никакого баланса по скиллу. Никакого ММРа как в дотке тут нет. Поэтому вам может попасться как турбатико-нагибатор, так и отбитый нубас. Сами лобби в игре стабильные. Постоянно кто-то выходит, кто-то заходит. При этом ничего не крашится, не лагает и не вылетает у всех на сервере. Но и тут не все так просто, ибо лобби очень маленькие. Всего на 16 человек. А так как машин пока что у многих нету. Кто-то просто по карте катается. Кто-то играет с друзьями. Кто-то уже в гонке. Кто-то собирает коллектаблы. Кто-то просто срать хотел на всех с высокой колокольни. И порой бывает трудно собрать людей в события. Ситуации, когда набирается полное лобби из 8 человек, крайне редки. Обычно это события на 4-5 человек. Вот если бы на одном сервере было 32, а то и 64 человека, было бы совсем другое дело. Но да, никто не отменяет того, что вы можете собраться своей толпой и играть. И тут я, в связи с тем, что заработок в игре без того низкий. Плюс собирается событие тоже не быстро. Дриль с оплативным событием оставляет желать лучше. Вот в общем я надеялся на то, что можно будет в PvP делать ставки, как в одиночной кампании. Если помните, вы там могли зарубиться с одним гонщиком на дополнительное бабло. Я об этом специально не сказал в первой части видео, но это один из плюсов. И это очень странно, что такая классная механика обошла стороной мультиплеер. Потому что это был бы как и минимум один из дополнительных заработков. Взяли пример у нас про одного из других гонщиков, поставили 10к. И если обогнали его, получили 10к. Если не обогнали, то ему в конце придет 10к. Причем не обязательно, чтобы противник соглашался на это. Он может даже не знать о споре. Он ничего терять не будет, если сам не сделает ставку. В общем, странно это. Это можно было бы развить дальше. Делать ставки на машины, как было в Juiced. Привет, паренек. Давай, только ты и я. Там это уже прям азарт был. Проиграл, просрал тачку. Победил, выиграл трачку. В общем и целом, ребят, от мультиплеера у меня положительные эмоции. Чего, конечно, не сказать об одиночной компании. Покупать игру или нет, тут уже зависит явно не от моей рекомендации, ибо купить игру, та еще ебля. Но я лично уверен, что в мультиплеере я засяду. Ну, по крайней мере, на некоторое время. На пару месяцев, так точно. Ну, а на этом все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok